Здравствуйте! Вы смотрите программу «Простые вопросы». С вами Дина Устаева. В 2019 году вступает в силу новый закон о садоводстве и огородничестве. О его плюсах и минусах мы поговорим с председателем Союза садоводов города Саранска Михаилом Николаевичем Батиным. Михаил Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Для многих, и для меня в том числе, в воспоминаниях остались дачи и сады, потому что это была необходимостью выращивать все свои в трудные времена. Сейчас, скажите, это больше привычка или тоже все-таки необходимость? Для кого-то необходимость, для кого-то привычка, так и так. Кто-то просто ездит, проводит свободное время, досуг. В прошлом, в черте городского округа Саранск было порядка 50 тысяч участков. В принципе, это так и осталось. Единственное, что процентов 80 сейчас эти участки заброшены. Непосредственно в городе Саранске у нас находится 17 тысяч участков. Тоже проценты такие же где-то. Очень много заброшенных участков, но люди активно возвращаются. Особенно идет молодежь. Кто-то для досуга, кто-то именно выращивается. Ну, заниматься огородничеством. По-разному. Кто-то просто строится. Вообще, как возникла идея создать союз садоводов в Саранске? Какую цель перед собой ставили? Саранскому союзу садоводу уже порядка 38 лет. Первоначально это называлось. В 80-м году постановлением правительства было учреждено добровольное городское общество садоводов. В 2002 году была реорганизация, и организация стала называться городское общество Саранский союз садоводов Республики Мордовия. То есть, как бы цель Саранского союза садовода – это координация деятельности садовых товариществ, правовая поддержка, информационная поддержка. То есть, мы как координационные центры. В данный момент мы помогаем непосредственным садоводам приватизировать участки, помогаем восстанавливать садовые товарищества. На данный момент у нас в Саранске порядка 20 садовых товариществ, которые зарегистрированы в этом году. Мы уже одну помогли восстановить, а сейчас еще два готовятся. То есть, уже прошли собрания, два пока ищут садоводов. У нас проблема в чем, если взять историческую перспективу, раньше было, как выделяла земля, предприятия своим сотрудникам предоставляли участки, все это дело поддерживалось за счет предприятий. Соответственно, после развала Советского Союза этот процесс начал прекращаться, поддержки, и произошел отток. Сейчас мы пытаемся в обратную сторону этот процесс развернуть, что можем, делаем. Конечно, без государственной поддержки тяжело это делать. Наверняка пойдет на помощь новый закон, который вступит в силу в 2019 году. Расскажите о нем, в чем он поможет. 217-й федеральный закон уступает с 1 января. Был принят он в июле 2017 года. Закон неоднозначный, по-разному его трагодуют среди садоводов. Из явных плюсов, на которые мы рассчитываем, которые как раз сыграют на то, что приток, это, конечно, то, что в садовых товарищах можно будет прописываться. На самом деле, нам встречался один садовод, то есть это женщина, которая уже была прописана, но она нам показывала такой пакет документов, чтобы собрать. Сейчас эту всю процедуру обещают упростить. Конечно, это основной, наверное, фактор, который сыграет роль в том, чтобы молодые люди возвращались на садовые участки, принадлежащие или семье, или новые, будут приобретаться. Потому что новая дорога, в частности, с юго-запада на Светестрой, это 5 минут, то есть как бы отдача. Хорошая у нас зона в районе Химаш, то есть там тоже шаговая доступность. Все это, конечно, простимулирует. У нас порядка 10 прудов, ну так, навскидку. Это пруды, которые находятся в садовых товариществах. Несколько более-менее нормально, конечно, остальные заросшие. Но это черта города, это чистые пруды, которыми тоже садоводы до сих пор пользуются, постоянно купаются, то есть как бы дети. То есть на территории садового участка можно будет построить живой дом? Да, там, где, то есть будет два вида, все виды упростили, остались два, садовое и огородничество. Там, где садовый, там можно капитальным строительством заниматься. Там, где огородничество, ну у нас практически таких нет, у нас в основном везде коллективное садоводство. Там может временное сооружение, то есть как бы летние домики строятся, да, а так капитальный дом прописка. Этот закон, кроме того, позволяет, точнее поможет товариществам облагораживать территорию вокруг, потому что она будет в долевой собственности. Ну, да, есть такая норма, то есть это прописано, общедолевая, условно говоря, если на территории садового товарищества есть пруд, есть дороги, каждый садовод будет иметь в этом долю. То есть как бы, ну, юридические доли, да, то есть, ну, по факту это так всегда и было, просто основная эта проблема в том, что людей на садах нет. То есть, как бы, ну, и вот у нас в Охотнике из 689 порядка 250 сейчас вот за последний год много, конечно, приобрелось, много возвращаются. Все остальное это тайга, то есть заросшие участки, которые создают пожароопасную, ну и криминогены, конечно, зоны. Много происходит воровства, но опять же это все происходит из-за отсутствия людей. Ну, этим законом же еще и предусмотрена такая своеобразная консолидация, да, то есть будут обязательно товарищества, все, то есть будет какая-то вот общая сила, которая будет помогать развиваться. Да, есть там такой пункт, то есть если, допустим, у нас было 280 садовых товариществ при Советском Союзе, да, то есть сейчас у нас, в принципе, они как бы территориально-то и остались, то есть, конечно, планируется, согласно этому закону, планируется укрупнение. То есть это как бы, да, это объективно правильно, потому что садовые товарищества будут строиться вокруг инфраструктуры, то есть есть подстанции, то есть и пошли. То есть объективно, да, так и нужен, потому что садовые товарищества должны укрупняться. Так, например, есть еще норма в новом федеральном законе о том, что все расчеты будут производиться по безналичному, то есть через расчетный счет. То есть как бы здесь как есть плюсы, так и минусы. Плюсы это то, что это будет прозрачность, не будет злопотребление, то есть деньги поступили на расчетный счет, потратились. Минусом будет то, что, например, заведение расчетного счета сейчас в год надо платить там, ну, в зависимости, там, в среднем тысячу рублей в месяц, да, и 12 тысяч в год. Если садоводов 90 человек, вот есть у нас такие садовые товарищи, соответственно, то есть зарплата председателя, то есть минимальная, ну, то есть какие деньги. А вот мы планируем укрупнить, да, 15, там, 10 садовых товарищей в Саранске, и, соответственно, это тысячи, полторы тысячи, это серьезно, то есть это будут хорошие деньги на инфраструктуру собираться, то есть как бы. Какие еще возможности закон откроет? Помимо положительных есть, конечно, отрицательные стороны, то есть, например, сейчас будет затруднено применение и проведение собраний. Там есть такая норма, что, в общем, то есть, если раньше общее собрание не регламентировалось, то есть к ворум собрали, люди пришли, сейчас строго прописано 50% от общего числа участников. Соответственно, если у нас это хорошо, где все это дело налажено, да, то есть, но у нас таких нет, то есть, соответственно, то есть, как бы проблематично будет общее собрание проводить, переизбирать председателя или заново избирать, то есть, как бы, вот. А так, я говорю, основной плюс, конечно, это то, что люди получат возможность прописки. То есть, мы на это надеемся, потому что шаговая доступность, дешевое приобретение земельного участка в данный момент, кто-то просто вернется, то есть, это ему ничего не будет стоить. Это вот основной плюс, скажем так. Глава 8 закона определяет форму и порядок поддержки садоводства и огородничественными органами государственной власти и органами местного самоправления. Вот. Все отношения по взаимодействию садоводов с органами власти сведены в одну статью, 26-ю. Пунктом 1, которое определено, что поддержка ведения садоводства и огородничества органами государственной власти и органами местного самоправления осуществляется, исходя из особой социальной значимости садоводства и огородничества. То есть, как бы, соответственно, эта вот формулировка, там не прописано, кто должен осуществлять, на основании какого нормативного. Конечно, это придется дорабатывать на местном уровне, то есть, как бы, правительство. То есть, тоже закон, я говорю, неоднозначный. С какими сейчас проблемами чаще всего сталкиваются садоводы и огородники? Что беспокоит? Это воровство, отсутствие развитой инфраструктуры, потому что, как бы, ну, уже 21 век, да, все хотят, чтобы был хороший подъезд, можно было на машине или, скажем так, не по траве хотя бы пройти, да, до садового участка. Это отсутствие электричества, как правило, на большинство, ну, то есть, как бы, без воды так же затруднено ухаживание за участком. Вот, и, конечно, основная проблема – это воровство, то есть, как бы, за эти 20 с лишним лет инфраструктуру в большинстве садов порушили, но там, где она осталась, воровство продолжается. Это, прежде всего, связано с тем, что бесконтрольно не ведется учет пунктов металлоприемки, да, то есть, как бы, люди просто собирают металлолом, привозят, задают трубы, баки, то есть, как бы, никто на это внимание не обращает. Сотрудники полиции, конечно, ловят, особенно много было у нас пойманных, это вот в период проведения чемпионата мира, то есть, Росгвардия с полицией круглосуточно там дежурили. Ну, как бы, вот сейчас эта волна пойдет, а осенью мы опять ждем. Особенно, конечно, бьет это, когда режутся трубы, это выкручивается крана, именно вот то, что связано с поливом, потому что это все, ну, дорого восстанавливается. Вот, происходит воровство сейчас, вот звонки постоянно идут, с гряды порой, то есть, все это действует на людей, как бы, угнетающих, потому что, ну, люди, скажем так, все лето поливают, обрабатывают, ухаживают, а потом у них это все исчезает. Вот, ну, мы проводим мероприятия, то есть, как бы, в данный момент мы сейчас пытаемся оградить, но это пока проходит в рамках одного садового товарища, то есть, мы ставим ворота, мы закупили видеосистему, начинаем монтировать, чтобы, как бы, показать, что вот можно, и за счет собственных средств, как бы, без поддержки государства. Да, это долго, да, это долго, но, как бы, это потихоньку идет. Вот, плюс в этом году впервые от Союза садоводов мы представлены в Общественной палате Республики Мордовия, у нас там представитель мастеров Дмитрий Александрович, вот, то мы тоже надеемся, что все-таки прошлогодние письма на главу, то есть, как бы, будут уже услышаны, то есть, как бы, и пойдет уже поддержка государственная, что, в принципе, ускорит, скажем так, значительно. Если будет инфраструктура, то есть, как бы, люди просто вернутся и в нормальных человеческих условиях будут выращивать продукцию сами для себя. Какую форму поддержки вы ждете от правительства региона? Инфраструктуру, развитие инфраструктуры, дороги, свет. Вот, в принципе, больше ничего не нужно. То есть, нужна только инфраструктура. Насколько бюрократические препоны мешают развиваться садоводческим и огородническим? Мешает. То есть, ну, первый этап, мы просили информационную поддержку, да, чтобы до людей довести, что необходимо восстанавливать садовые товарищи, необходимо возвращаться. Но у большинства опускаются руки, например, потому что те, кто не приватизировал, вот, проблема с перерегистрацией, администрация города Саранск, то есть, как бы, она практически всем, кто идет сейчас на приватизацию, предоставляет отказ. После отказа люди идут в суд, слава богу, там все, 100% люди приватизируют, но большая часть, то есть, как бы, у кого-то нет возможности, у кого-то это было ранее затратно. То есть, сейчас, если в Союз судоводов мы набрали шаблоны исков, то есть, как бы, мы предоставляем бесплатно людям, оформляем документы. Раньше это порядка 15 тысяч рублей стоило, то есть, не всякий пенсионер это сможет, да, тем более, как бы, стоимость участков, она, как бы, от 2-3 тысяч до 150. Это хорошо, если в хорошем месте, где есть электричество, да, люди, как бы, а если далеко, то есть, на периферии, то есть, ну, это, скажем так, экономически невыгодно. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы упростили процедуру приватизации участков. Ну, в принципе, только приватизация, то есть, как бы, по межеванию мы заключили соглашение от Союза судоводов, то есть, сейчас у нас минимально, то есть, 3,5 тысяч межеваний участков, то есть, любой судовод может прийти в муниципальное предприятие «Кадастр» и ему за эти деньги, как бы, сделают межевание. Ну, в принципе, какие еще больше препятствий? Нет, хотелось бы, конечно, чтобы было, ну, я в письме на главу отмечал, что, как бы, хотелось, чтобы при Министерстве сельскохозяйства был какой-то постоянно действующий орган, потому что мы-то ставим себе целью, то есть, после того, как люди возвращались, чтобы люди получали дополнительный заработок, потому что мы в данный момент, то есть, как бы, у нас есть все, чтобы выращивать качественное товарное яблоко, грушу, то есть, как бы, и люди излишки своей продукции просто реализовывали, просто это надо одноразово вложиться в инфраструктуру. Хранилища у нас в республике есть, они пустуют, то есть, как бы, их тоже надо эти ресурсы задействовать. Я думаю, когда все-таки мы обратим внимание, что, как бы, есть серьезная ресурсная база, да, то есть, как бы, мы можем выполнять множество федеральных программ майские указы президента, такие, как импортозамещение в рамках продовольственной безопасности, предоставление земельных участков, скажем, многодетным, да, сейчас, если им предоставляют где-то в поле, это черта города, плюс это не поле, человек заезжает уже, скажем так, в сад, его нужно просто обработать, то есть, обиходит то, что нужно удалить, то, что, как бы, отзаниматься, то есть, ну, для этого нужна работа, да, потому что нужно провести в период чего-то очень много участков, которые просто заброшены, то есть, скажем так, собственников нет уже, то есть, все, никого нет. Вот эти, конечно, земли нужно создать реестр и зам людям бесплатно раздавать, то есть, как бы, ну, это мы все в письме отразили, весь этот план надеемся, что, как бы, это все заработает. Если, предположим, городской житель, я вдруг подумаю, что мне крайне необходима дача, сад, я не знаю, что для этого необходимо сделать? Вот идея есть, а как поступить, неизвестно. Есть какой-то совет универсальный? Да, есть. Заходите на сайт Союза садоводов Республики Мартовья, там есть список председателей с телефонами, выбираете любое, ну, понравившееся вам садовое товарищество, обращайтесь к председателю, как правило, у них есть те, кто хочет продать, то есть, причем цены варьируются, то есть, скажем так, если взять зону Ключеревские сады, там участки можно приобрести 2-3 тысячи, то есть, ну, там бросовые цены, потому что это, да, отсутствие дорог, то есть, как бы, ближе к центру, то есть, то есть, цены разные. Ну, вот, буквально недавно, то есть, у нас за 50 тысяч, 5 соток с домиком, плохенький, деревянный, старенький, ну, приобретают. Поэтому обращаться через председателя, у нас есть, вот, у меня лично есть база данных, кто хочет купить, кто хочет продать, мы просто людей напрямую стыкуем, они по цене договариваются и все. И последний вопрос, почему вы вообще решили заняться такой работой? Она, конечно, нужная, но наверняка нервная. Ну, как бы, это получилось случайно, скажем так, приобрел дачу, вот, а потом просто понесло, скажем так, по течению, и получилось так, что предложили сначала председателем в охотнике стать, садомом товарищества, а потом председателем в Саранском союзе садоводов, потому что председатель Саранский союз садоводов, это, как бы, выборные должности из числа председателей. Я вам пожелаю удачи в вашей работе, надеюсь, все больше людей будут примыкать к вашему союзу и все-таки развивать это направление. Спасибо. Вы смотрели программу «Простые вопросы», с вами была Зина Мустаева, мы совсем скоро увидимся вновь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова